МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Коротко о последних событиях Могилёва. В Могилёве в День независимости родилось 9 малышей, 6 мальчиков и 3 девочки. Четверо новорождённых появилось на свет в городской больнице скорой медицинской помощи. Ещё пятеро малышей родились в Могилёвской больнице номер один. Поздравляли новорождённых представители власти и общественного объединения «Белая Русь». Туркменская делегация побывала в Могилёве, чтобы изучить опыт строительства и эксплуатации энергоэффективного дома. Туркменские специалисты открыли для себя много нового и интересного и желают видеть белорусских строителей в качестве партнёров по возведению в своей стране энергоэффективных домов. В районе улицы Симонова, Кутепова, Габровской, Островского, Пушкинской, Фатина, Златоустовского, Проспектов, Шмидта, Димитрова и Витебского нет горячей воды. Плановое отключение горячего водоснабжения продолжается в Могилёве. В крайне не будет горяченькой до 17 июля включительно. Последние испытания теплосетей пройдут с 1 по 12 августа в микрорайоне Соломенко. Современный корпус лабораторных исследований открыли в Могилёве. Здесь концентрирована лаборатория диагностика. Пиросологическая, особо опасных инфекций, мониторинг окружающей среды, диагностика ВИЧ-инфекций. Такой концентрации исследований и оперативных работников таких условий, которые бы соответствовали мировому уровню, в республике нет. Могилёв отпраздновал свой день рождения и день независимости Беларуси. По доброй традиции в день рождения города вручают премию достижения. В этом году лауреатами стали 19 заслуженных могилевчан. Подарком для участников мероприятия стал концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы». В день рождения Могилёва прошло и традиционное шествие. Проезжая часть перед драмтеатром превратилась в импровизированную сцену. Викинги, рыцари, парад ретроавтомобилей. Давайте поприветствуем участие в нашем шествии, дорогие могилевчане! А в театральном сквере развернулся самый настоящий фестиваль цветов. Цветочные картины и скульптуры, дизайнерские букеты. На пешеходной Ленинской проходил парад национальных культур. Таджикистан, Армения, Израиль. Представителям диаспор было что показать могилевчанам. В честь дня рождения Могилёва, города Могилёва, представляем программу фольклорно-армянских танцев, песни, танцы, музыка. И пытаемся поделиться культурой нашей, привнести немного краски в этот чудесный фестиваль. И главный подарок городу – поздравление от горожан и гостей Могилёва. Праздник сегодня замечательный, погода прекрасная. Жителям Могилёва хочу пожелать счастья, успехов, мирного неба над землей. Поздравляю всех отдыхающих. Это очень хороший праздник, знаменательный для наших предков. Ура! Ура, Могилёва! В 749-й день рождения Могилёва поздравить его приехали делегации гостей из России, Украины, США, Китая и других стран. А на площади звезд появилась еще одна именная звезда. Зинаида Пенькова много лет проработала в системе образования. Не раз избиралась депутатом городского совета. Может быть, в каких-то делах можно было проявить больше напористости, смелости, чтобы еще больше сделать что-то для людей. Празднование Дня независимости Беларуси началось с возложения цветов на мемориале «Буйническое поле». Я думаю, это праздник каждого белоруса. Мы благодарим ветеранов за мирное небо, за такое солнышко в небе. Поздравляем праздник! В сквере «Сорокалетие Победы» устроили праздник детства для маленьких могилевчан. Конкурсы, викторины и спортивные соревнования. Медаль за то, что хорошо машину раскрашил. И конфетку. А с кем ты здесь на празднике? С мамой и с двумачьим братом. Самые популярные аттракционы для детей подготовили могилевские огнеборцы. В такую жару дети с удовольствием брызгались из водометов. А в Комсомольском сквере прошел библиофест «Нас вдохновляет могилев». Дегустация белорусской кухни, конкурсы на знания белорусского языка. Как оказалось, могилевчане хорошо знают и любят матчину мову. Это как бы старое еще знание со школы. А тогда очень мало говорят. И хотелось бы больше, чаще слышать. Хотелось бы больше слышать вокруг. На святе белорусской бульбы угощали драниками и давали мастер-класс по карвингу. У нас сегодня утром были драники по заказу. Внучок приехал из России. Бабушкины вкусные драники? Да. Сколько ты можешь их съесть? Он поднимает. Сколько приготовить? Иностранные гости и по совместительству артисты приняли участие в концерте у кинотеатра «Родина». Мы как бы отличаемся и по стилю жизни немножко, и наш климат немного отличается, исторически немного тоже отличаемся. Поэтому есть отличия в плане музыки и танцев. Однако она считает, что в плане души, по душе мы очень схожи, тоже теплые. Кульминацией Дня независимости в Могилеве стал театрализованный концерт на площади Славы. На нем выступили звезды белорусской и российской эстрады, в том числе народный артист СССР Иосиф Кобзон. Впервые прямую трансляцию мероприятия с площади Славы можно было увидеть на телеканале «Беларусь. Четыре Могилев». Повтор трансляции можно посмотреть 17 июля в нашем эфире. Наш Могилев богат на городские легенды. Одна из них родилась в жаркие дни 1941-го, когда город оборонялся от врага. Связана она со старым Днепровским мостом. 23-го, 24-го июля здесь проходили наиболее ожесточенные бои. Несколько раз немцы пытались штурмом взять мост, но доходили до середины моста и под сильным огнем пулеметным в наших частях отступали. Когда стало ясно, что мост защитники Могилева не удержат, им поступил категорический приказ – мост уничтожить. Но все это стало невозможным после того, как огнем противника были уничтожены баки с горючим и перебит шнур, который вел к взрывному устройству. Вот здесь и рождается героическая легенда о мальчишке, который совершил настоящий подвиг в жаркие дни 1941-го. Маленький герой с заданием справился. И защитники города выполнили приказ. 25-го июля они взорвали мост. Долгое время никто не знал имени смелого парнишки. И только в 70-х прошлого века оно появилось в печати – Иван Самир. Но история на этом не закончилась. Буквально через несколько лет на место героя стал претендовать еще один человек – Павел Коноплицкий. Но и это не все. В начале 80-х стали говорить, что Днепровский мост взорвал Матвей Койда. И вот по сегодняшний день никто докладно не ведет. Кто же из их трех? Конечно же, сегодня мы говорим про Матвея Койду. Але треба памятать и про Павла Коноплицкого, и про Ивана Самирова. Вот эти три прозвища, которые зараз вядомы нам, и какие расповедают нам про те подеи липеня 1941 года. С точностью до копейки в Беларуси прошла деноминация. Ее отличие от предыдущих не только в самом большом отрезании нулей, но и в появлении монет. Одними из первых в Могилеве считать копейки начали в общественном транспорте. Проезд в нашем городе стоит 40 копеек. Кондукторы первыми почувствовали настоящий вес белорусских денег. Вес одной копейки полтора грамма. Десяти почти в два раза тяжелее. Но самые увесистые – это рубль и два рубля. Почти шесть грамм. Вы не поверите, если все могилевчане начнут платить за проезд монетами, а такое вполне возможно, то к концу смены у кондуктора может накопиться несколько килограмм меди. Там здесь, пожалуйста, кто еще не оплатил. Один из самых популярных троллейбусных маршрутов Могилева – «Двойка». За рейс в час пик может перевезти сотню человек. Если едешь с «Зеленого» на «Трансмаш», вот рабочий, моторный, в поселок заходит основная масса. Пассажиры поток большой, да, в час пик? Ну да, когда едут на смену, к семи часам, там, конечно, большая масса пассажиров заходит. Несмотря на то, что у многих пассажиров проездные, хватает и тех, кто покупает талоны. Потому что мы живем в деревне, и мы нечасто приезжаем в городе. А какими деньгами рассчитывались? Мы рассчитывались старыми крышами. Ну, вы еще не видели? Видели. Платили за что-нибудь? Нет, только нам дали их сейчас. Как вам они? Деньги как деньги, хорошие. Думаете, быстро привыкнем? Привыкнем, только чтобы побольше было. В карманах, да? Да. Ну, а пока лишь один из ста пассажиров платит монетами. Такие цифры приводит кондуктор двойки Ирина Зосименко. Мы адаптируемся, но пассажиры еще как-то, кому даешь, как-то смотрят с улыбочкой так, а кто-то агрессивно к этому относится. В отличие от автобусов и троллейбусов, в маршрутных такси Могилева монеты видели лишь единицы водителей. Но ситуация должна измениться уже в ближайшее время, об этом говорят финансисты. Белорусы уже начали получать заработную плату новыми деньгами, наличные несут в магазины и на рынке. По чему помидорчики ваши? Ну, помидорчики у меня 2 рубля. Ага, уже адаптировались к новым ценам, да? Конечно, и покупатели адаптировались, уже приносят новые денежки. Вот у меня был вчера такой случай, редисочка у меня тоже по 2 рубля. Ну, я по старой привычке, приходит покупатель, говорю, ну, 20 тысяч, а потом, ну, или 2 рубля. Он доставал сначала 20 тысяч, а потом, хорошо, говорит, сейчас дам 2 рубля. И достает мне вот эту копеечку, 2 рубля. Вот она у меня тут и лежит, в моем этом кошелечке таком. У вас рубль 70 или 17 тысяч. Здрасте, скажите, пожалуйста, а вот с новыми деньгами уже приходилось вам встречаться? Да. Как, привыкли уже? Не очень. Ну, это сколько монеток у вас? Да. И знаете, каждая сколько стоит? Ну, 2 копейки, 1 копейка, 10 копеек. А в старых деньгах это сколько? Ну, 1 копейка это 100 рублей. 10 копеек это 1000, а? То есть все держите в голове, калькулятор не нужен? Ну, нет, нужен еще. Все-таки еще нужен? Нужен. Если раньше у прилавка звучало, звесьте мне, пожалуйста, тысяч так на нацать, то сейчас, пожалуйста, рубля на 2,5. С удовольствием. Монеты это еще и символ страны. Иностранные туристы наверняка будут оставлять их себе на память о Беларуси или бросать фонтаны, чтобы вернуться. Давайте вместе привыкать к новым деньгам. И помнить, копейка рубль бережет. Этот долгострой в центре Могилева пережил целое поколение могилевчан. Новый учебный комплекс Белорусско-Российского университета начали строить больше 20 лет назад. И сейчас его судьба все еще под вопросом. На месте этого фундамента, поросшего деревьями, мог бы стоять комплекс из десятка зданий Белорусско-Российского университета. Студенты ждали, что здесь появятся поточки, 25-метровый бассейн, тир и долгожданный спортивный зал. Пока в БРУ есть только один. 24 года назад все это казалось осуществимым. Сам комплекс начала строительства в 92-м году начался. Так как Советский Союз тогда прекратил свое существование, то, естественно, финансирование все прекратилось. В 2009 году все силы решили бросить на строительство учебно-лабораторного корпуса номер 7. Но и здесь из-за недостатка финансирования работы не раз останавливались. Три года назад Могилевское управление капитального строительства передало комплекс организаций при Белорусском госуниверситете. И на площадке снова появились рабочие. Достроены последние два этажа, техэтаж, кровля выполнена. Частично выполнено остекление контура фасада, выполнены работы по актовому залу, конструкции в каркас и смонтированы металлоконструкции кровли. На этот раз стройка продлилась всего 7 месяцев. И уже больше года работы здесь приостановлены. Причина прежняя – нехватка финансов. Мы связались с заказчиком по телефону. Сколько средств необходимы для завершения строительства? Порядка 90 миллиардов. Это первая очередь. Эти деньги, либо часть их, будет ли выделена в ближайшее время? Я не уверен. Лично я не уверен. От чего это зависит? Это зависит от республиканской государственной программы. Тем временем девятиэтажная долгостройка, где уже начал разрушаться. Чтобы предотвратить это, корпус планируют поставить на консервацию. По предварительным расчетам на это потребуется около 7 миллиардов старых рублей. Будут ли выделены хотя бы эти деньги, тоже пока неизвестно. Была надежда, что выделили деньги из бюджета союзного государства. Ректор ездил в Москву, делал попытки, переговоры были. Но пока результатов никаких. Сейчас готовность корпуса около 80%. По проекту здесь должны разместиться аудитории, лаборатории, кафедры, актовый зал. Предусмотрены парковки и зоны отдыха. Заказчик утверждает, если сейчас найдутся средства, уже через год-два долгострой в центре Могилева превратится в красивый объект. Галоконцерт детского Евровидения – один из самых любимых у белорусских телезрителей. В этом году мы будем болеть за наших. В финал прошло трое могилевчанок. Маша Могильная, Алена Титова и Оля Коновалова. Сегодня мы с ними познакомимся. Итак, финалисты белорусского отбора вышли на финишную прямую. Им предстоит большая подготовка. Весь галоконцерт, где определится участник международного конкурса детской Евровидении, состоится 16 сентября. Алена Титова – опытный участник различных фестивалей и конкурсов. В прошлом году Алена Титова получила титул лучшего исполнителя эстрадной песни Республики Беларусь на Славянском базаре в Витебске. А в позапрошлом вошла в десятку финалистов белорусского детского Евровидения. Алена учится в седьмом классе Могилевской гимназии колледжа музыки и хореографии. Вокалом занимается в эстрадной мастерской Василия Сенькова в Минске. Я исполню композицию «Не просто так». Моя песня будет о том, что все, что с нами происходит, оно происходит не просто так. Это и должно было быть. Даже если это какие-то неприятности, то это обязательно несет за собой начало какой-то интересной истории. Я готова побеждать и рассчитываю, в принципе, на победу. Ну и люблю свой город, который поддерживает, я думаю, меня. Могилевская школьница Оля Коновалова профессионально занимается вокалом около трех лет. Сочиняет музыку, ведет личный видеоблог и целеустремленно движется к вершинам музыкального успеха. Оля занимается вокалом в Минской студии «Плей» у педагога Ольги Дроздовой. Она участвует во множестве конкурсов. В ее копилке есть участие в детской новой волне шоу «Голос дети» в конкурсе «Хали-Хало», в конкурсе «Мелодии зимней Чехии» и множестве других международных фестивалей. В национальном отборе на детское Евровидение Ольга Коновалова приняла участие впервые и сразу прошла в финал. Композиция называется «Сердце бит». Она была написана девушкой из Украины Екатериной Комар, которая пишет таким детям, как Open Kids, София Тарасова. Композиция о том, что нужно верить в свои мечты, добиваться всех целей и не смотреть никогда назад. Мы сейчас распланировали, конечно, лето. Танцевальный флешмоб, который будет в ближайшие дни состоится, большое количество могилевчан. Они сами предложили нам эту идею как-то поддержать. Мы вот на площади славы здесь танцевальный флешмоб. Будут танцевать дети, взрослые в форме сердца. Мы под припев нашей песни, которая называется «Сердце бит». Будет биться сердце Могилева в поддержку могилевчанки. Маша Могильная учится в Могилевской гимназии номер один и занимается в вокальной студии «Вдохновение» под руководством преподавателя и композитора Татьяны Галиновской. Могилевчане прекрасно знают Машу. Эта девочка не только победительница самых различных международных и республиканских вокальных конкурсов и участница всех городских мероприятий. В прошлом году мы уже болели за Машу. Она боролась за путевку на детское Евровидение. В этом году Маша Могильная выступит с лирической балладой «Звук тишины». Эта композиция рассказывает нам о том, что все мы рядом, но не слышим друг друга. Сценография тоже обещает быть интересной. Но продюсер пока не раскрывает всех секретов. А нам остается лишь болеть за наших и с нетерпением дать галоконцерт. Победители определят зрители и жюри. Лидер голосования 20 ноября представит нашу страну на детском Евровидении в Мальте, в городе Валетта. Сегодня виртуальный гость нашей программы, участник первого в Беларуси видеоблога «О животных слишком много хвостов», который, между прочим, наша телерадиокомпания делает по заказу телеканала «Беларусь-2», французский стрит-арт-художник Жюльен Наннон. В Париже он известен тем, что раскрасил фасады домов совершенно невообразимыми то ли животными, то ли людьми. В общем, все сейчас узнаете. Почему мы пригласили в гость именно его? Потому что Жюльен, познакомившись с нами, просто мечтает приехать в Беларусь и в Могилев в частности, и украсить наш город. Так что встречаемся у «Звездочета». Хотите посмотреть, что бывает в Париже по ночам? А происходит там вот что. Появляются на улицах дикие звери. Огромные, яркие, стильные, в образах хипстеров и модных блогеров. Такими их придумал и создал француз Жюльен Наннон. Проект Жюльена «Сафари Урбен» исключительно ночной. Изображения животных видеопроекции выводятся на фасады зданий, а к утру исчезают, оставаясь лишь на снимках вечернего города. Что ж, умный и зрелищный стрит-арт. Есть такая средневековая новелла «Сказание Алисия». Она меня вдохновила на создание проекта, на тему сафари, который позволил появиться всем тем персонажам, которые возникают по вечерам на домах Парижа. Все просто. Я просто совместил фото случайных людей с фото диких животных и получил такой коллаж. Это скорее карикатура на современного человека. Используя образ животного, я тем самым создал проекцию на человека. Ведь в том или ином животном, одетом по-человечески, можно увидеть какие-то особые качества, которые в обычной жизни мы прячем под модными гаджетами, работой, социальным статусом. Это карикатура на современный мир. Эти животные, как и люди, хотят быть уникальными, и в то же время относятся к какой-то группе, чтобы мы узнавали их в внешнем виде, по одежде, манере держаться. Ведь мода — это не более чем средство коммуникации. Жюльен после релиза «Сафари Урбан» уже работает над эскизами к новым проектам, а еще очень хочет приехать в Белоруссию, Могилев в частности. Пожалуй, пора запускать краудфандинговые проекты и создавать эту красоту вместе. Как думаете? Когда мы видим уличных жонглеров, мы ассоциируем их с клоунами. Но нет, жонглеры — это люди, которые играют с гравитацией и заставляют предмет застыть в воздухе. Улыбка и желание — это самое важное критерие, чтобы стать учеником единственной школы жонглирования в Могилеве. Остальному научат, рассказывают юные волшебники. Их так называют и не случайно, потому что в их руках предметы становятся послушными и следуют по траекториям. Давай, кто быстрее. Это одно из первых упражнений, которые делают новички. Называется «Горилла». В парке проводят мастер-классы не только, чтобы набрать новых учеников, а для развлечения. Компании жонглирующих людей с удовольствием присоединяются прохожие. А вообще, я хотела бы работать в цирке? Скорее всего, нет. Все-таки нет. То есть, булавы как развлечение, а цирк там, публика. Дождет. Публики боитесь? Ну, не очень люблю. Аператор же не боитесь, он хороший. Здесь и школьники, и студенты. Для жонглирования нет возрастных ограничений. Кольца, шарики, булавы и даже платки. Все идет в ход. И тарелки. Ура! Вот так вот можно. Неудачи – это нормально, рассказывает учитель школы. Именно жонглирование показывает, насколько человек собран и внимателен. Но уверяет, что может научиться каждый. И, кстати, это полезно. Развивает мелкую моторику. В том числе у детей. Дети лучше учатся в школе, читают, пишут. Улучшается координация движений. Не менее веселое занятие – это езда на уницикле. Это одноколесный велосипед. Вообще просто нереально. Сейчас я вот так вот буду насержаться. Стой! Единственный инвентарь, для которого нужны часы тренировок. Но первая проба не может не повеселить. Советую всем. Жонглировать – это не только весело и полезно для здоровья. Некоторые элементы жонглирования совпадают с элементами из файер-шоу. Поэтому если вы жонглируете, то убивайте двух зайцев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова